здравствуйте дорогие друзья и уважаемые подписчики сегодня я вам расскажу и раскрою такую тему как и сколько я зарабатываю на колочках вернее моя семья сначала остановимся на том что я в зиму держу 7 голов 7 дойных коз которые нам приносит потомство и дают молочко и козляток а также восьмой это козелок все они у нас окатились уже сегодня март 2017 года на дворе ну что пользуется спросом мы продаем как мясо козье так и продаем молочко и дойных коз ну хочу сказать сразу молоко у нас в деревне как коровье так и козье продается по одной и той же цене продаем по 100 рублей за трехлитровую баночку вот каждый день у нас есть трехлитровую баночку молока на продажу мы ее успешно реализуем и продаем берут как дачники так и местные жители все рады и довольны молочко вкусное полезные никто не обижается все очень хвалят молочко от наших коз ну что еще хочу сказать очень часто спрашивают дойных коз но продавать как-то у нас козочек взрослых не получалось во-первых ну что такое давайте разберем с вами домедойная коза хорошая коза которая дает молочко это коза которая у которой прошел не один а второй даже третий окот вот представьте три два года вам придется козочку подержать а потом продать у нас козочки хоть и крупнее чем среднего размера они у нас тамовые красивые такие вот но никакие не породистые простые и людям мы предлагаем по 7000 за такую козочку вот если нам предложат предложат такие деньги мы с удовольствием продадим хорошую козочку после второго окота которая дает молочко по мясу вот наши 7 козочек в этом году нам принесли 10 козлят 10 козлят они подрастут и осенью где-то будем мы проводить забои и продавать людям этих животных также на мясо ну вот в 2017 году мы торгуем козьим мясом по 180-200 рублей ну все зависит смотрим по мясу какое оно что но хочу сказать сразу что козленок который родился или неважно козел или козочка которые родились в конце зимы это февраль-январь в начале весны в марте где-то к сентябрю месяца уже начинает весить килограммов если забить тушкой 15-16 не больше и вот такое мясо мы продаем ну вот посчитайте сами если по 200 рублей вес 15 килограмм 10 козлят мы продадим то тогда выручим 30 тысяч всего лишь 30 тысяч вот такие небольшие деньги мы нам принесут наши козочки еще плюс конечно же молочко но что я хочу сказать козье мясо она не очень разрекламирована и пользуется популярностью у славянского населения в основном эти люди предпочитают мясу козьему баранину свинину а также говядину в основном наши клиенты это джигиты из местных окрестностей а также приезжие из города они очень хорошо берут козье мясо на шашлык даже бывает берут у нас животных целиком сами забивают сами разделывают и все у них это проходит ловко и быстро мясо продается сразу скажу очень тяжело вот его берут не очень хорошо существует такое предубеждение что козье мясо воняет и все такое прочее но я вам хочу сказать одно что я вот уже много лет кушаю это мясо и хочу сказать что она отличная по своим кулинарным качествам ничем не уступает не баранине не говядине отличное очень вкусное мясо козочки питаются очень избирательно все подряд не едят едят очень избирательно очень хорошо кушают набирают мясо в раз нарастает у них очень хорошо козий жир также спрашивают но козий жир мы не продаем если к нам приезжают за козьим жиром и просто отдаем как правило это люди которые болеют стараются ими лечиться используя всякие рецепты и вот это в этот козий жир мы просто отдаем людям они берут его и используют никаких денег мы с них за это не требуем реализуем только еще раз хочу повториться мясо молоко и больших дойных козочек вот вроде бы я все вам рассказал на этом с вами я прощаюсь до новых встреч если что-то я непонятно объясню спрашивайте в комментариях я все отвечу на все ваши вопросы с большим удовольствием на этом я с вами прощаюсь до свидания